19 лет Самарской школы. Второй номер в рейтинге спортсменов на российском чемпионате. Алексей Смирнов в финале одолел Вячеслава Бурова. Последние 7 лет он представляет Оренбургскую команду. Хотелось просто выступить, показать хороший теннис, на который я способен еще пока. А так я не как бы... Ну что, у меня цель, если я уже три раза его выигрывал, поэтому я как бы хотел выиграть еще раз. Сейчас ребята все подтянулись, играют хорошо, поэтому мне сейчас было так просто. Самый высокий уровень проведения чемпионата на Самарской земле отметили и участники первенства, и организаторы. По словам Александра Бабакова, президента Федерации настольного тенниса России, депутата Госдумы, созданные в Самаре условия, соответствуют мировым стандартам. Я бы оценил и дал ему оценку самую высокую, поскольку для спортсменов и зрителей важна комфортность условий. В данном случае мы имеем дело с профессионалами, которые обеспечили спортсменам всем необходимым, начиная от покрытия, освещенности, условий, питания, комфорта и так далее. Заканчивая достаточно хорошими условиями, комфортными условиями для самих зрителей. Самарские болельщики следили за финальными встречами с интересом. Помимо Алексея Смирнова на пьедестале почета, свое место заняла и самарчанка Анна Тихомирова. Она выступила за сборную команду московского региона, завоевав серебро. Это, конечно, очень радует, вдохновляет. Я думаю, что это будет прекрасный пример для тех ребят, которые сейчас занимаются, которые имеют возможность общаться с великими мастерами. Потому что все они, все наши воспитанники, они с удовольствием сейчас посещают нашу школу Олимпийского резерва, общаются с юными спортсменами. Я думаю, что Самару ждет, конечно же, великое будущее. Золотые призеры первенства России войдут в состав сборной и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы, который пройдет этой осенью в Екатеринбурге. Самые яркие моменты полуфинальных встреч смотрите в дневнике чемпионата России после программы событий на телеканале Самара ГИС. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События.